Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит». И мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в Библии говорится, что мы будем судить ангелов. Каким образом это будет происходить? Мы не знаем точно, каким образом это будет происходить. Почему? Потому что все, что касается эсхатологии, событий последних дней и подведения итогов всей истории сотворенной Вселенной, представлено нам в Писании штрихами. Некоторые вещи яснее немножко, некоторые просто даются направлении, просто провозглашаются, что так будет, но не объясняется многих деталей. Многие вещи, например, брак Агнца с церковью. Что это такое? В чем он будет выражаться? Или же тысячелетнее царство. Вот один из вопросов. Или же вопросы, которые раскрыты в книге Откровения, где много всяких деталей, и некоторые из них очевидно, что это образное выражение чего-то, некоторые очень похожи на то, что именно так будет буквально. И поэтому разные толкователи имеют много разных мнений относительно подобных явлений. Но говоря о суде над ангелами, нам нужно понять вообще сущность, о чем идет здесь речь. Почему нужен суд? Каких ангелов будем судить? И почему христиане будут этим заниматься? То есть спасенные люди, почему люди будут этим заниматься? Апостол Павел говорит об этом в контексте ситуации, когда в церкви нужно было рассудить между двумя членами церкви. И когда они вместо того, чтобы найти это решение в церкви, они идут в какой-то земной суд для того, чтобы там их рассудили. И апостол говорит, не знаете, что мы будем судить ангелов, то есть здесь-то и вы можете найти решение. Почему он так говорит? Он так говорит по причине того, что в церкви есть Писание, а Писание обладает наивысшей степенью авторитетности. Оно точнее разных земных законов, оно точнее разных тонкостей в законодательствах, которых очень много. То есть когда люди ищут разрешение каких-то ситуаций, конфликтов, то самый точный суд – это суд справедливости перед Богом. Иногда, конечно, приходится искать и суда внешнего, если от этого зависят какие-то материальные ресурсы, какие-то решения, которые нужно регистрировать в государственных органах и так далее. Вот по этой причине апостол говорит, вы не знаете, мы будем судить ангелов. Но когда он говорит об этом, он ссылается на конкретное явление. Когда-то Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, сказал им очень важный аспект будущего. Это записано в 19 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит о награде апостолам, о награде, которые будут иметь они. И он здесь представляет такую очень важную деталь. 28 стих. Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в новой жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилева». Когда Иисус говорит об этом, Он говорит о единении Церкви с Ним. Судить всех будет Сын Божий. Написано в Евангелии Иоанна 5 глава, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Почему Он это сделал? Потому что Сын сошел на землю. Потому что Сын стал человеком. Потому что Сын прожил праведную жизнь. Потому что Сын победил смерть. Сын воскрес. Сын обладает этим правом. Бог обладает вообще этим правом. И, конечно, мы не можем разделить Божественную Троицу. Но Бог Отец конкретно выделяет Сына по этим причинам. Потому что Сын, Он стал человеком. Он стал Бога-человеком. И поэтому Он весь суд отдает Сыну. И поэтому Сын будет судить все. Теперь, когда Он обращается к ученикам, Он говорит о том, что вы, посредством того, что вы спасены, подняты на такую высоту, что вы вместе со мной будете судить, в данном случае, Он говорит, 12 колен Израилевых, то есть Израиль, то есть все прошлое, что привело к вот этой точке, когда Иисус Христос был распят. И это не только то, что делало поколение, непосредственно которое распила Иисуса Христа, а вообще вся история Израиля. Большая история Израиля. Когда Он говорит, апостол говорит по поводу ангелов, то речь идет о падших ангелах. То есть будет восстановлена вот эта ясная справедливость, и каждый моральный агент, будь это человек или ангел, получит ясную справедливую оценку своих действий. И в этом процессе будут участвовать все те, кто в Иисусе Христе. В какой форме это будет, мы не знаем. Нам трудно представить себе. И, скорее всего, причина, почему Писание не объясняет этих явлений, потому что они настолько глубоки и сложны, что у нас сегодня не хватает составляющих для того, чтобы иметь вот эту систему, внутри которой мы можем оценивать и представлять даже такие явления. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, благословенные, спасибо вам, что присылаете ваши вопросы. На сегодня все. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.слово.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.